привет котятки возможно сказал бы я имея игривое настроение но идет война и на сей раз ход за мной вы уже знаете что на прошлый мой ролик слободян кинул очередной страйк но правда за мной как вообще поступают честные ребята которых уличает в обмане наверное пытаются доказать обратное и защитить свою честь а что делают шарлатаны и мошенники зачищают следы вот так вот аферист и мошенник слободян пытается меня уничтожить так как крыть ему абсолютно не чем а я шаг за шагом его закатываю в асфальт истории мне уже столько страйков и жалоб набросали эти конченные отродья что уже счет потерял тем не менее спокойно и методично возвращаю все свои ролики обратно но пока я продолжу прошлый выпуск по вскрытии аферы века займемся на этот раз механикой я не буду вам читать лекции по сопромату и приводить какие-либо хитроумные расчеты тем не менее я фактически на пальцах объясню тем кто упор не замечает очевидных фактов которые прямолинейно указывают на обман как можно вести расследование делать логичные и правильные выводы даже не имея прямых доказательств подобный ролик я хотел снять еще месяца четыре назад но у меня столько планов и столько паразитов которых следует подвесить за ноги что приходится составлять длиннейшие списки даже если бы выпускала ролики каждый день то хватило бы на целый год в прошлый раз я вам показывал некоторые моменты сборки очередного слободяновского лохотрона элементы клоунского реквизита для представления на мировой цирковой арене в главном речь шла об реальных аккумуляторах которые слободян использовал для откровенного обмана всего мира тем не менее даже после такого очевидного показа некоторые сектанты упорных хомячков продолжают молиться на афериста а меня обвиняет фотошопе подлоги и некой зависти а еще в хайпе типа я на этом заработал бешеные бабки прошлом месяце мне youtube начислил 18 баксов почти за 100 роликов а в августе 13 поднялся аж на 5 баксов все поеду отдыхать на боли правда аферист провокатор тирха ну который соучастник преступлений со слободяном насчитал мне аж сто тысяч а вот горло резать отказался хотя за язык его никто не тянул сам же предложил но еще не вечер так вот когда вам показывают цирковое или театральное представление обязательно требуется бутафорский реквизит или декорации которые должны вас убедить в реальности происходящего для невежественного зрителя не искушенного в технических тонкостях все кажется настоящим и не вызывает подозрения тем более фокусники умеют отречь внимание и заставляет видеть только то что они хотят продемонстрировать но от мне как конструктору создавшему множество различных электронных и механических устройств сразу видно подделку помню еще те времена когда более 20 30 лет назад стала массово подделываться различная электроника примеру мне на доработку с европы привозили различные электронные устройства телевизоры видики тюнера у которых не было нашего звука и цвета я даже было наладил свое производство транскодеров и преобразователей западным теликом и видиком не хватало секама а нашим пала да и звук надо было преобразовывать со стандарта 5 и 5 мегагерца на 6 и 5 или наоборот даже с японии привозили там вообще нтс было и вот когда привозили прямо из фирменного магазина за границей некое устройство я даже не вскрывая сразу определял что это или оригинал или сделанное по лицензии или просто подделка помню совсем курьезный случай один знакомый меломан по звуку привез крутые с виду колонки купленные фирменном магазине в германии за бешеные бабки но что-то было не так со звуком я сразу сказал ему что это подделка он не поверил решили вскрыть внутри находились кинаповские динамики со знаком качества разделяющие фильтры собраны сбросовых деталей и явно кривыми руками но внешний вид был идеальный так что об этому глазу не составит труда определить для каких целей сделано устройство то ли для работы или только для эффективного показа вот и со слободяновским представлением его аквариума увидев ролик более двух лет назад я сразу понял что это бутафория и именно по каким причинам мне это стало ясно я вам сейчас расскажу в первую очередь кто не знает покажу как можно несложно определить размеры объекта по видео или картинке а вот еще посмотрите как прогибается подобный пластик в 16 миллиметров толщиной и длиной всего 200 миллиметров а если 600 вообще колесо вот выходит на сцену некий новоявленный гений который бойко выкатывает большой прозрачный ящик внутри которого находится движок на 3 киловатта и нелепая огромная белая бочка с гайками с ссори с магнитами несуразность и примитивность конструктива просто зашкаливала при более внимательном рассмотрении стало понятно этот шедевр простое ведро с гайками опять эти гайки не имеющие ничего общего с реальностью знаете когда делают макеты различных строений или сооружений из картона и пластика то так же выглядело это художество от слова худо а когда огласили весь список достоинств и характеристик прозрачного недоразумения я подумал что это вообще розыгрыш но там бойко бегали некие человечки и очень торопливо все снимали пришлось приглядеться повнимательнее может я просто чего-то не догоняю на первый взгляд видно что бочка размером около 50 сантиметров диаметре и 60 сантиметров длиной на 25 пластиковых линейках находится 250 магнитов размером 30 миллиметров диаметре по идее если свято верить фокуснику то диаметр ротора должен быть примерно 43 44 сантиметра а длина 52 54 сантиметра чего я так решил ну так все очень просто если там стоят магниты диаметром 30 миллиметров монтированный в пластик явно толщиной также 30 миллиметров то по словам иллюзиониста по большому секрету выдавшего нам тайну что на роторе стоят катушки по всем канонам взаимодействия магнитных полей они должны пролетать мимо магнитов с зазором не более 5 миллиметров иначе это будет полная фиаско вот вам пожалуйста подобные бочки вот такая на 40 литров это где-то на 30 это почти на 50 вот это на 60 так вот та бочка получается еще больше вот этой это я так слову кстати вот откуда я решил что эта бочка имеет такие размеры да все очень просто вот пожалуйста вам вот этот ящик прозрачный 80 80 на 120 сантиметров теперь как это можно определить даже вот здесь у нас ширина ламината 190 миллиметров их четыре половицы в итоге получается здесь 80 где-то а так как размер обычно подобных ящиков какой-то стандартный там 60 80 100 120 сантиметров то можно сразу и сообразить что здесь 80 так как здесь квадрат опять 80 ну а тут длина явно в полтора раза больше то есть 120 вот можем даже по этим квадратам судить они 40 на 40 дальше смотрим раз это 80 то у нас внутри остается где-то около 70 грубо и тут видно что там почти в край плотную а здесь немножко есть расстояние для ролика и шкивов ну вот и проводов то есть где-то примерно 60 сантиметров бочечка такая и есть по длине а вот тут хорошо видно что если здесь 60 магнитики по 30 миллиметров здесь расстояние немножко меньше чем 30 и если мы знаем что здесь 30 то вот это будет где-то 10 миллиметров вот эти боковинки какие-то странные они по 10 миллиметров вот здесь где-то 20 миллиметров здесь чуть чуть меньше чем 20 миллиметров а здесь больше но меньше чем 30 если дальше считать будем более подробно то выходит 10 магнитов по 30 это уже 300 здесь где-то по 27 миллиметров плюс края в итоге получается 580 миллиметров плюс по 10 вот вам и 600 вот например здесь очень хорошо видно вот у нас диаметр 30 по краям здесь получается 45 миллиметров вот эта линейка в глубину 30 сейчас покажу почему и вот здесь это все ясно вот этот зубчик от шестеренки 18 миллиметров в итоге мы можем посчитать общую угловую длину если здесь 45 на 25 это где-то будет метр 125 плюс по 18 вот здесь в итоге получаем общую длину угловую 157 метра или 1570 миллиметров это я к чему что когда по идее и внутренний барабанчик вот там крутится мы же нашему фокус нику верим что здесь все по-настоящему что на самом деле там ротор который по диаметру где-то 430 435 миллиметров диаметре должен быть и у него у ротора угловой размер метр 35 если посмотреть внимательно как он крутится но мы сейчас этого делать не будем но вот я обратил внимание что обычная скорость у этого ротора где-то около 5 6 оборотов в секунду вот когда там подключает 220 его разгоняет он там бывает 8 10 догоняется но потом где-то вот на 5 6 оборотов в секунду он падает ну а на острове там вообще было чуть ли не оборот в секунду 12 оборотом в итоге получается что при угловых размерах ротора метр 35 5 6 оборотов в секунду у нас получается что пролет этого ротора точнее катушек которые якобы там находятся мимо магнитов это где-то 7 8 метров в секунду ну или так если переводить на скорость обычную это где-то 25 30 километров в час принципе не очень большая скорость но приличная для такого маховика правда наш гений как-то заикался одному ученому ну с виду ученые вроде что у него там ротор крутится с 2000 оборотов в минуту а вы знаете сколько это будет это будет 120 километров в час угловой скорости а представляете такую скорость у этого барабанщика ну вот примеру на этой фотке которая была сделана при сборке этого аппарата вот мы видим вот магниты у нас три магнита по 10 сантиметров ну 30 диаметре вот здесь у нас 30 миллиметров толщина вот здесь вот 45 здесь у нас получается всего 7 с половиной миллиметра с одной другой стороны вот эти отверстия куда они крепятся потом на шестеренку но обратите внимание на материал это специальные жесткий пвх пластик которые обычно используют рекламщики вот я тоже часто использую этот материал вы наверно может видели если когда я там свои опыты показывал демонстрации и тому подобное вот я часто использую вот именно такой пластик правда немножко потоньше вот например у меня восьмерочка 8 миллиметров толщиной но структура видите та же самая абсолютно вот магнит у меня двадцать пятки тут вот тут я сложил вместе видите абсолютно одинаковый материал что вот этот что тот который я показывал и вот у нас линейка получается пятьсот восемьдесят миллиметров и 10 магнитов структура получается как у решета фактически силовая нагрузка здесь абсолютно не соблюдается вот как она крепится вот обращаем внимание что вот это все крепится на шестеренку а там как нам известно простой диск 10 миллиметров всего пластиковый шестеренка пластиковая но другого материала более твердого чем вот этот и мы видим что эти все планочки прикручиваются к этой шестеренки и там внутри единственное что вот специально декоративно закрыта каким-то тоненьким тоненьким почему тоненьким да потому что планка 30 миллиметров и по идее то вот эти бутафорские магниты тоже должны быть 30 миллиметров так как там дальше если там есть ротор то расстояние до катушек как я уже сказал должно быть менее 5 миллиметров а здесь у нас какой-то пластик лежит еще он просто что-то закрывает в итоге выходит так что вот эти планки держатся всего-навсего вот по этим краям снутри они закрыты чисто то ли пластиком то ли пенопластом который никакой нагрузки тут не может держать и их никак не армирует то есть это все болтается фактически само по себе вот представьте себе если там настоящий ротор который кстати весит более 30 кило мы сейчас это посчитаем вот примеру у нас 250 магнитов вот я показывал сейчас свои магниты вот таких вот две штучки 25 миллиметров в диаметре и 40 сантиметров но 2 по 20 где-то в весе 130 грамм вот примерно эквивалент как вот если таких вот 3 по 10 30 диаметре ну или один будет магнит 30 на 30 он тоже будет весить не меньше 130 140 грамм теперь умножьте это все на 250 в итоге мы получаем 30 кило только одних магнитов а еще ведь конструкция должна быть причем довольно жесткая которая должна держать эти все магниты и удерживать вообще все вибрации и саму установку но сами видите все в пластике а там якобы крутится ротор который имеет тоже якобы 250 катушек мы же верим слободяну там 250 катушек раз 250 магнитов а эти катушки тоже из меди которые тоже достаточно тяжелый должны весить ну минимум 100 грамм каждая итого 25 кило минимум без обвязки без армирования без специального крепления без ничего только 25 кило одной меди должно быть но если удерживать этих 25 кило как-то в этом роторе то конструкция должна быть только один ротор но минимум 50 килограмм а у нас уже здесь магнитов на 30 это уже 80 до плюс вот эта бочка чтобы все это удерживать должна по весу как минимум быть килограмм 20-30 это минимум вот это тот фейковый киловатт ник вот это тоже ротор правда здесь на роторе стоят магниты там катушки якобы но смотрите как все сделано здесь всего 100 миллиметров диаметр не тоже там 400 с копейками но сделано все монолитно мощно и добротно так как это настоящий ротор он крутится вращается вот прямо на подшипниках и статор который состоит из катушек и тоже все сделано монолитно крепко и мощно хотя здесь всего-навсего размер на 40 миллиметров больше диаметр внешний и смотрим что здесь у нас 10 винтиков закручиваются вот они вот когда этот чучело показывала как это все работает внутри и что там нету аккумуляторов вот они винтики обычные винтики четверочка вероятнее всего на 30 миллиметров длиной точно такие же вот смотрите на прикручены эти как все сделано это маленький якобы генератор но сделано все достаточно солидно и мощно а вот это на 10 киловатт якобы генератор и смотрите что здесь всего винтиков добавилось два раза больше но такие же абсолютно такие же винтики и теперь смотрим что у нас тут есть такого несущего ведь конструкция должна иметь какую-то свою несущую систему которая бы удерживала это все там под сотню кило причем вращающегося там минимум должно быть 50 кило представляете маховик такой огромный 400 на 500 грубо и 50 кило я уж не говорю про балансировку вот у нас шестереночка вот это вот мы видим здесь 45 миллиметров 18 миллиметров там высота вот этих зубчиков 30 миллиметров вот здесь вот обруч 20 миллиметров и ширина где-то тоже около 20 что здесь может вообще держаться что-то несущая конструкция и вот к ней вот здесь вот изнутри изнутри вот отсюда винтиками закручивается эти линеечки с магнитами почему я определил что это 50 сантиметров или 500 миллиметров вот эта фольга она стандартная 50 миллиметров шириной считаем их тут 5 250 и здесь 250 ровно 500 миллиметров здесь смотрим крепеж вот эти вот отверстия под тоненькие винтики которые прикручиваются резьбой прямо в пластик вот здесь это примерно 35 миллиметров ну плюс-минус пару миллиметров теперь смотрим подшипник такого же диаметра как ширина этой ленты то есть тоже 50 миллиметров примерно внутренний диаметр у него ну где-то 30 35 округляем 30 вот обойма с двух сторон и шарики внутри него получается грубо 3 3 и шарики 4 миллиметра представляете себе подшипничек который должен крутить массу в 50 кило и не просто массу маховик диаметром 400 с копейками миллиметров вот еще не совсем закрытый барабанщик вот этот уже задняя часть диска стоит тоже самое задний этот диск который еще не установлен вот смотрим те же 50 миллиметров тут тоже 500 миллиметров такие же отверстия и вот у нас есть ролик который по идее вставляется только другой диск не этот другую и вот здесь вот у нас где-то около 30 миллиметров вот ограничение и он как бы впрессовывается вот в этот подшипник но что мы видим здесь что здесь вот диаметр для оси всего-навсего где-то около пяти шести миллиметров не больше если вот это все 30 то здесь всего-навсего 5-6 миллиметров вот так вот дальше смотрим еще что я подмечаю особенности вот диск 10 миллиметров мы это определили диаметр 50 что выходит отношение 1 50 получается что это уже не несущая конструкция вот если бы она была металлическая но хотя бы сдюрали но еще как-то можно было посчитать но это пластик причем как видели он гнется очень хорошо то есть это мембрана фактически динамик если бы тут что-нибудь крутилась по-настоящему серьезное тут бы все гудела и разваливалась и вот представьте себе что вот эти подшипники они никак не закреплены они просто вставлены в пластик и все никаких ограничителей это же пластик он мягкий если сюда приложить малейшие усилия он просто вывалится или в одну или другую сторону или помнёт вот этот весь пластик до основания то есть сами понимаете что это чистая бутафория ну и как вы видите вот этот подшипник вот этот ролик видно явно что подшипник ничем больше не закреплен просто торчит в этом пластике и это все просто вращается если она будет вращаться здесь что-то серьезный и передавать какие-то серьезные нагрузки это все нахрен по вылетает вот смотрите все видно декорация на такая а зато посмотрите на 3 киловатном движке какая ось мощной и какой подшипник стоит тут явно шарики не по 4 миллиметра вот вам другой вид видно сразу какая бутафория и как здесь все солидно и серьезно вот станина вот она прикручена к раме и здесь где-то около восьмерки винт все закручено по железу все отлично но что мы видим в этом аппарате вот посмотрите а вот обратите внимание представьте себе что вот эта бочка который весит около 100 кило как утверждается по идее она должна весить около 100 кило кто против 30 магниты 25 минимум это все по минимуму я считаю 25 минимум катушки вся обвеска весь крепеж вся система оси гайки болты это все под сотню килограмм должно быть и вот этот сотни килограмм стоит вот над декоративной поставочки 20 миллиметров толщиной и закручена опять же ну где-то так или четверкой или пятерка винтики причем закручена волгар стекло то что она здесь упирается это понятно но по идее если тут большой вес тут же качели настоящие на пластике и вот здесь вот максимальная нагрузка тут малейший рывок и все это тут все трещит и летает вся эта бочка вот вам вид так сказать сзади вот эти 20 винтиков декоративных которые по три сантиметра и просто закручиваются в пластик то что там явно ничего больше нету вот эти вот декоративные тоже элементы как я уже сказал вот по крайней мере мотор он достаточно серьезно закручен тут тут просто датчик поэтому для датчика вполне нормально он ничего на себе не нанесет вот если взять вот здесь за тебя посмотреть шикарно красиво с виду но мы же знаем что там просто ось к 56 миллиметров в диаметре еще раз глянем вот на это фото чтобы уже утвердиться окончательно вот опять игру 30 миллиметров тут 45 соответственно вот эти зубчики тоже по 30 но мы видим что здесь не совсем 30 где-то здесь 25 остается то есть сами планки 30 но изнутри все подшито каким-то пластиком декоративным чисто чтобы закрыть внутренности чтобы их никто не видел но сами понимаете толстым этот вот по идее быть не должен если мы верим что там стоит ротор то он должен быть вообще тоненький что из этого следует что вот эти линейки они болтаются как что-то в проруби и вот эта мембрана гудит так что все трясется в общем несущего здесь конструкции нету представляет из себя просто вот такую пустую корзину ну или можно сказать вот так фактически это то же самое как это все может выдержать 100 кило я просто не представляю вот можете взглянуть толщина этого огур стекла где-то миллиметров 10 если там тоже на дне такой же лежит это вот на 10 миллиметровом огур стекле находится конструкция под сотню кило закрученная четверочками или пятерочками винтиками и все это болтается и получается что там мембрана на мембране потому что вот это все таки лист который внизу лежит хоть он и придавлен вот этим движком но тем не менее вот это тоже со мной мембрана то что она больше нигде не закреплена так как у нас эта бочка закручивается на огур стекло четырьмя винтиками и вот еще так как мы видим магниты расположены примерно на одинаковых расстояниях ну здесь вот где-то 27 миллиметров а тут чуть больше 30 миллиметров но учитывая что примерно все одинаковым между ними между всеми этими магнитами как бы их не располагали то ли там север-юг юг-север и так далее идет очень серьезное взаимодействие вот между этими магнитами если они на самом деле здесь 30 на 30 они 30 на 10 просто таблетки вставлены и все кто здесь получается как минимум вот взаимодействие между этими магнитами или на отталкивание или на притягивание около полукилограмма а то и больше и вот представьте себя что вот это весь барабан находится под напряжением физическим каждые по полкилограмма то есть вот это все взаимодействует между собой вот здесь вот вот здесь вот здесь больше чем по полкило если мы это все просуммируем то здесь вот напряженность этой конструкции сотни килограмм как это все выдерживают сами понимаете если там еще что-то бы вращалась внутри труд такой бы гром стоял и такой треск буквально через две-три секунды это бы все развалилась в лед а еще я вам не показал так ну и вы видели что на этих вот дисках наклеена фольга и вот если мы присмотримся внимательно вот они концы этой фольги нити как все неаккуратно сделано когда делается бутафория да еще наспех вот так все и получается вот внутренности смотрите любуйтесь шестеренку вы видели какая она никакая диск вы тоже видели 10 миллиметров в виде мембраны то есть тут нет несущей конструкции обычная корзинка вот эта установка для измерения силового взаимодействия между магнитами я ее не раз показывал значит этот магнит я специально мягкую оболочку поместил значит получается здесь 25 диаметр здесь всего 30 длина ну почти 30 на 30 но 25 на 30 вот сюда закладываем и смотрим что у нас получается из этого вот как видите уже при нескольких диаметрах расстояние уже вот у 65 вот уже 100 грамм здесь это примерно два расстояния диаметров то есть 50 миллиметров и доводим до где-то одного диаметра вот примерно у нас один диаметр между ними и уже вот больше 400 грамм при 30 на 30 и если чуть еще ближе то уже будет больше чем полкило вот и представьте себе вот таких вот стоит магнит рядом еще четыре и что между ними творится а если представить себе еще ближе но ближе не буду нету сейчас все развалится и магнит начнет летать видите какое мощное взаимодействие вот вам для примера еще показ как я говорил эти планки по 8 миллиметров 16 здесь 40 миллиметров и вот смотрите как ему все гнется буквально пальцами ну про это я вообще не говорю сплошные колеса вот такие вот вибрации и прогибы получается в таких барабанах так пора подвести итог явно видно что конструктив выполнен абсолютным дилетантом в этой бочке нет ни единых ребер жесткости нет ни одного несущего и опорного элемента фактически и явно аквариум представляет из себя грубо сколоченный макет не имеющий ничего общего с действующим устройством единственное рабочее в этом наборе винтов и пластиковых палок стандартный 3 киловаттный двигатель наружную электронику я в расчет не беру смотрим только механику более выигрышно на этом фоне выглядит офисная корзина для бумаг корзина реально единый конструктив так как в ней планки с обручем и диском является монолитными что дает большую устойчивость и сопротивление кручению в местах сочленения что не скажешь про бочку с гайками вот так вот просто можно определить действующую модель от лживого макета а вам всем здоровья и тренируйте мозг от застоя